Привет, это Вадим. И это что-то вроде лайва. Сегодня я буду отвечать на вопросы моих патронов. Как вы видите, это событие не было ровно в полдень, в воскресенье, вживую. Это консервный лайв, то есть отложенный лайв, на котором я, собственно, отвечаю на вопросы, но заранее подготовленные и заранее, в общем-то, записанные. Почему? Ну, паршириваю интернет у меня сейчас, и, наверное, я что-то подобное буду делать. Я не просто отвечаю на вопросы людей из интернета, я отвечаю на вопросы моих патронов, тех самых людей, которые поддерживают у меня на сайте Patreon и помогают мне, собственно, делать этот видеоблог, записывать видео, тратить свое время, ну, в общем, всячески меня поддерживают деньгами, в чате, с советами, просто приятными словами и так далее. И в качестве благодарности для них я вот записываю эти ответы на вопросы. Если вы тоже хотите, чтобы я ответил на ваши вопросы в подобном регулярном формате, становитесь патронами. Ну, в общем, в конце я об этом обязательно расскажу. Сегодня будет 7 вопросов от патронов. Патронов у меня, на самом деле, гораздо больше, но вот только 7 решила задать этот вопрос. Кто-то в личке, кто-то в комментариях, собственно, на Патреоне. По-разному, но вопросы все очень разные, и на самом деле про фронтенд практически ни одного нету. Поэтому, если вы пришли смотреть про фронтенд, наверное, я вас разочарую. А так, ну, давайте начинать с первого. Лена Райан спрашивает. Расскажи про свой рабочий день. Изменилось ли что-то по сравнению с другими местами работы? А еще в целом про первые дни на работе. Как прошел онборгинг, как себе коллеги сложили спустя столько лет, снова начинают работать на английском языке. В общем, тут такая история. Я 1 декабря переехал в Берлин. Я, собственно, поменял работу, ну, точнее, да, я начал работать на новом месте с 3 января. Эта компания называется CineSchrader. Это агентство в рамках Accenture делают сервисы для разных крупных ребят, разные заказы, всякие автодилеры, производители, разные крупные немецкие компании и так далее. И я там наполовину деврел и наполовину фронтенд инженер. И, собственно, вот этим я сейчас и занимаюсь. В 21 году я работал сам на себя, то есть я участвовал в проекте ДОКа и до сих пор продолжаю участвовать. И делал какие-то собственные штуки. В предыдущие годы я работал в Наштемель Академии, и, в принципе, у меня был достаточно расслабленный график, что в том, что в другом случае. Сейчас все, конечно, сильно поменялось. Я встаю в 8.30, и где-то в 9.45 у меня стендап с командой, которой, собственно, я половину своего времени трачу. И там мы обсуждаем, кто еще сделал в предыдущий день, кто что будет делать в следующем. Ну, классический стендап. Потом идет обычная работа, какой-то ланч, и где-то часам к шести, в принципе, уже во всех рабочих чатах, во всех там пулреквестах и прочих местах, трекерах довольно-таки тихо. То есть люди стараются начать работу пораньше, и уйти тоже, в принципе, пораньше. Я примерно так же. На самом деле, я после созвона обычно завтракаю и неторопливо все это делаю, и уже, ну, там, часов до 7, иногда до 8 что-то делаю. То есть у меня график немножко сдвинутый, просто старая привычка. То есть вставать попозже и уходить с работы попозже. Это по поводу графика. Аутбординг был, в принципе, тоже веселый, компания большая, и Cine Schrader является частью этой компании, тоже, в общем-то, немаленькая. И я долгое время врубался в то, как все работает. У нас было очень много всяких сессий. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, я половину января потратил на то, только чтобы врубиться, как работают все инструменты, настроить свой собственный ноутбук, точнее, ноутбук компании, который мне выдали. Это было сложно, интересно, и онбординг до сих пор продолжается, потому что я во многие вещи до сих пор не врубаюсь. Но это, конечно, самая, наверное, корпоративная компания, в которой я когда-либо работал. То есть мой опыт работы в Opera Software, там 7,5 лет, он был попроще. Тут, конечно, процессы, все серьезнее. Может быть, на это оказывает внимание большая корпоративность, может быть, Германия с ее традициями, ну, я не знаю. В общем, сложновато, но в принципе интересно, и на самом деле довольно френдли вообще все окружение, и люди помогают здорово. То есть достаточно сказать, у меня есть сложность, и тут же люди придут к тебе и будут тебе помогать, тратить свое время, и всегда готовы поддержать. Это очень приятно. Я сказал, что компания работает в Германии, на немецком рынке, но на самом деле это международная, но на самом деле у меня довольно много коллег, у которых основной язык немецкий, и, конечно, много всяких людей со всего остального мира, приехавшие сюда, там, не знаю, Прага, Берлин, Гамбург, еще какие-то другие там, Мюнхен, другие офисы компании. И главное, что здесь основной язык компании английский. И это очень-очень здорово помогает, потому что мы все, наконец-то, можем общаться на едином языке, и нет каких-то сложностей. Иногда мне приходят всякие письма случайные на немецком языке, я так, да, и перевожу их, в общем, без проблем. Но в целом основная коммуникация на английском, и мне пока немножко сложновато возвращаться к этому миру. То есть, ну, как бы я много лет, сколько там, 4-5 лет, не говорил по-английски каждый день, и, ну, так, бывает сложновато. Но в целом мне нравится, я вспоминаю вот этот workflow. Ты, типа, с утра переключаешься на английский язык, и целый день шпаришь. И, знаете, даже на рабочем ноутбуке я добавил, конечно, русскоязычную раскладку, потому что есть парочка русскоязычных коллег. Но я даже язык не переключаю на клавиатуре, и это очень интересный опыт. И так гораздо быстрее, на самом деле. Ты все время пишешь на английском языке. В общем, в принципе, нормально, но я все еще иногда под конец дня, когда мне нужно пообщаться с коллегой, тем более под конец недели, я иногда такой, как это будет по-английски? Пытаюсь вспомнить слова, и мне бывает сложновато. Но я думаю, где-нибудь через полгодика я снова вспомню, как это делается, сломарный запас немножко подтяну, и будет все хорошо. Окей, спасибо, Леня, за вопрос. Переходим к следующему. Джокер спрашивает. Расскажи про проблему с интернетом. В чем заключаются трудности? Как тебе вообще Берлин? Есть ли вещи, которые бросаются сразу в глаза по сравнению с предыдущей страной? Проблема с интернетом — это то, с чего, собственно, этот консервный лайф начался. И почему вообще случился такой формат? У нас тут дома есть сотовый интернет от местного оператора O2, который сотовый-сотовый. Более того, там довольно низкий тариф, низкая скорость, и, в принципе, здесь 4G или 5G в центре Берлина нормально ловится, и скорости хорошие. Но конкретно в нашем случае такая вот низкая скорость. И если попытаться ее повысить, это сложновато, мы покажем во временной квартире. Ну, короче, решили не париться. И в итоге никакие лайвы не получаются, даже, наверное, два параллельных звонка. А, в принципе, в нормальной немецкой квартире, которую вы снимаете, вполне себе можно протянуть быстрый и нормальный интернет. Ну, то есть не супер какие-то скорости, может быть, дороговато, двухлетний контракт, и, ну, вот такие вот вещи. Короче, я привык немножко к другому качеству интернета, к другим скоростям, другим ценам, но в целом нормально. Ну, как нормально? Будет нормально, когда мы переедем в постоянную квартиру, проложим себе нормальный интернет, ну, не проложим, купим себе тариф какой-нибудь, и будет все хорошо. А в целом Берлин нормальный, мне здесь комфортно, немножко, конечно, одиноко, немножко сложновато из-за пандемии, но куча есть друзей, с которыми можно встречаться, обедать, ужинать. То есть, в принципе, если привыкнуть к местной вполне строгой ситуации с пандемией, что все входят в масках, все парятся, и есть специальные правила в магазинах, во всяких местах, ну, то есть тут без ерунды, тут очень-очень-очень приятно, что люди по этому поводу заботятся о гражданах страны и так далее. Ну, неважно. В общем, можно тут что-то делать, даже несмотря на пандемию, даже несмотря на то, что я здесь как бы чужой, и я по-немецки не говорю сейчас, только по-английски. Если сравнивать с предыдущей страной, то главное, что меня здесь радует, наверное, это велодорожки. Я первым делом привез сюда велосипед, ну, не первым делом, он приехал через некоторое время с грузом, и мне было очень радостно кататься здесь и в первые дни, когда еще было немножко сухо, и сейчас во всю зиму, когда иногда дожди идут, и велодорожки чудесные, есть специальные светофоры, есть отдельные полосы, где можно встать для поворота налево. Ну, то есть фантастически здорово, и это, конечно, здорово отличает этот город от Питера. Хотя в Питере я тоже много ездил на велосипеде постоянно вместе с машинами. Это всегда было очень стрессово, очень часто опасно, но я к этому как-то привык. Здесь ты едешь, и все в порядке, не нужно париться, ты можешь просто ехать, и все будет хорошо. У меня, конечно, рассказывали байки про Берлин, что здесь тоже бывает опасно, и люди попадали в аварии, и все такое, но они просто не ездили на велосипеде в Питере. В общем, я, пожалуй, эту как главную особенность назову, а есть еще множество, конечно, других страны сильно отличаются. Может, еще будет повод об этом поговорить. Окей, следующий вопрос от Вячеслава. Давайте посмотрим. Интересно узнать твое мнение по поводу AR, VR, NFT и, в общем, всего, что связано с метавселенной. Сейчас думаю, в какую сторону дальше развиваться. В мире фронт-энда и бэк-энда есть много всего, но, с другой стороны, спрос на эти новые вещи будет только расти, а на сайты, веб и мобильные приложения понемножку падать. Вот так вот считает Вячеслав, и давайте мы посмотрим, что я по этому поводу думаю. Я думаю, что здесь прежде всего стоит отделить AR и VR в одну кучку, а NFT в другую кучку. И метавселенную, наверное, тоже куда-нибудь рядышком с NFT. Дело в том, что AR и VR – это просто технологии, дополненная реальность и виртуальная реальность. Это технологии, как для человека создать трехмерный мир или дополнить существующий трехмерный мир для того, чтобы некоторые задачи выполнять интереснее и просто создать совершенно новый класс медиа. Это могут быть игры, это может быть навигация, это может быть кино, это может быть какой-то новый способ общения людей с друг другом и так далее. То есть за AR и VR совершенно точно есть технологии, совершенно точно есть задача, которую она решает, совершенно точно есть устройство, бизнес и так далее, и так далее, и так далее. И если долгое время вот эти вот все виртуальные штуки, у них были проблемы чисто технологические, то есть людей откровенно тошнило во всех этих шлемах и так далее. И до сих пор как бы есть как бы VR-фатиг, когда ты слишком долго там, тебе становится не очень хорошо. Кому-то там это влияет на голову, кому-то на вестибулярный аппарат, но неважно. Казалось бы, за NFT тоже стоит задача. Децентрализация, независимость в художниках, возможность зарабатывать на собственном, без каких-то посредников, на собственном творчестве, например, на собственных каких-то там, не знаю, музыка, изобразительные искусства, кино, игры, еще что-то такое. И задача, в принципе, звучит очень хорошо. Децентрализация, независимость и так далее, и так далее, и так далее. Но на деле это все выворачивается в какую-то очень-очень стрёмную, не знаю, пирамиду, какую-то очень стрёмную историю вокруг криптовалют. То есть я смотрел очень хорошее видео, где-то двухчасовой или даже больше, прям фильм. Я, конечно же, приложу это в шоу-ноутах, в общем, в ссылках в описании к этому видео, где рассказывается про саму идею NFT, про крипту и прочие-прочие-прочие вещи. Я надеюсь, когда-нибудь еще будет повод в подкасте WebStandard об этом поговорить. Но сейчас очень коротко. На мой взгляд, ни один из этих проектов не решает реальную задачу, вот на самом деле даже не пытается решить. Все вокруг этого связано с тем, чтобы люди начали пользоваться криптовалютами. То есть не для того, чтобы они сами неожиданно стали независимыми художниками, стали получать кучу денег. Нет, это создать что-то новое, создать спрос на рынке, чтобы люди заводили себе кошельки, криптовалюты и так далее, и так далее, и так далее. На мой взгляд, это все пустышка. На мой взгляд, это все пузырь, который очень сильно лопнет, и людей, которые в него вложились, обанкротят, пустят по миру и так далее. Это уже происходит каждый день. Каждый день всякие NFT-шные штуки взрываются пузырями, и это очень сильно влияет на многих людей. Поэтому я крайне скептически к этому отношусь, ко всему, что связано с криптой. Мне много раз говорили, что блокчейн не трожь, классная технология и так далее. Отлично, блокчейн, классная технология, не трожь. Но как только речь доходит о криптовалютах, как только речь доходит об NFT и потом о всех инициативах, я считаю, что это скам, я считаю, что это раздувание ценности на пустом месте, создание ажиотажа, и все, что я вижу, что там происходит. Люди теряют деньги, люди вписываются в пирамиды, всякие обманные мероприятия, и на это, конечно, очень печально смотреть. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. На мой взгляд, трогать NFT и всю крипту я бы стал с огромной осторожностью. То есть поразбираться в технологическом стеке вокруг без проблем, очень здорово. Но я бы не считал это прям перспективным направлением, в которое нужно дико вкладываться, идти на всякие курсы, идти к людям, которые вас научат всему этому, потрогать, врубиться, как это работает, оценить, как это на самом деле, какую-то, не знаю, пользу приносит, здорово. Но AR и VR вполне себе устраившиеся нормальные вещи, которые поддерживаются интересом и потребностями. NFT, кажется, на мой взгляд, повторюсь, вы можете поспорить с ними в комментариях, это раздутый пузырь, которым очень можно здорово заляпаться. Ну а веб, сайты, мобильные приложения, backend, frontend и все остальное хоронят столько, сколько я это помню. То есть буквально Flash похоронит веб, не похоронил, Silverlight похоронит веб, не похоронил, нативные приложения похоронят веб, не похоронил, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И NFT, конечно же, тоже похоронит веб, и веб-3 тоже похоронит классический веб обычный. Господи, я даже не знаю, что такое веб-3. Я сильно пытался понять. Я не понимаю. Децентрализация не работает. Ладно. Об этом как-нибудь отдельно, и, наверное, даже не здесь, а в веб-стандартах, чтобы это получило дискуссию, а не просто мой монолог. Фух, стало жарко. Еще один вопрос. Дмитрий Андерсон. Расскажи о своих последних клавах. Не планируешь ли ввязаться в какой-нибудь группбай по базе для кастома? Какие группбай я смотрел, какие понравились? Если вы не поняли, о чем Дмитрий спросил, я вам объясню, потому что я понял. Клава — это клавиатура. Групбай — это когда вместе люди собираются, скидываются и пытаются купить какую-нибудь крутейшую клавиатуру вместе, но обычно эта клавиатура не готовая, обычно на нее собирают деньги, и только когда деньги будут собраны, ее заказывают, не знаю, или какую-нибудь, не знаю, фрезерованную основу для этой клавиатуры, или полный кит, то есть стабилизаторы, там, плата и все остальное. В общем, такой немножко Kickstarter, такой немножко Indiegogo, но только более такой андеграундный, андеграундный, происходящий на всяких там форумах и прочее. В общем, это группбай, и я обычно в них не вписываюсь, потому что, ну, это долго, сложно, нужно тусоваться на форумах, врубаться. Я обычно покупаю готовые клавиатуры, я предварительно ничего не заказываю. Ну, точнее, я однажды заказал сет GMK, ну, то есть это знаменитый бренд, скажем так, кикэпов, то есть клавиш для клавиатуры вот этих пластиковых колпачков, как их еще называют. И это было, по-моему, года полтора назад, а может быть уже и два. И я до сих пор их жду. Это единственный... Ну, это не группбай, это просто, не знаю... Хотя нет, это группбай, да. То есть много людей заинтересовались, они собирались заказать у GMK, собственно, эти кэпы. Ну, жду. Когда-нибудь они придут, и я с удовольствием об этом расскажу. А если говорить про новые клавиатуры, то есть у меня есть вот такая вот штука. По сути, мне один берлинец подарил клавиатуру Kikron, и я немножко ее проапгрейдил. Давайте я вам покажу. То есть это не превращается в клавиатурный лайт, просто маленький такой эпизодик. А, ладно, что у меня здесь есть? Как вы видите, это чехол, в котором есть, собственно, клавиатура. Я купил этот чехол для того, чтобы потенциально возить с собой какую-то клавиатуру в рюкзаке, и чтобы она, ну, не сломалась, ни... Это, собственно, Kikron K7. Это такая плоская клавиатура, в которой есть Bluetooth, возможность подключить три устройства. Она довольно тоненькая и интересная. И, собственно, что я с ней сделал? Я купил оригинальный сет с клавишами и поменял, частично заменил существующий сет на новый, и получилось так, что она теперь ровно серая. Раньше у нее здесь были кластеры, темно-серые, светло-серые, а я поменял целиком на серую, и еще я поменял свитчи. Здесь стояли Gator on Red, low-profile, а я поставил low-profile brown. Они немножко поинтереснее, просто печатать более интересно, более удобно. Другая свежая клавиатура, которая ко мне недавно приехала, это вот эта. Это тот же самый Kikron. Он, как вы видите, такой увесистый, он похож на Tesla Truck, или как он там называется, такие острые поля. Тут есть крутилка, которая еще и нажимается заодно, кластер кнопок и так далее. В общем, это Kikron Q2 клавиатура, которую, собственно, делает Kikron. Они запустили линейку клавиатур, которые не просто плоские, пластмассовые, воткнула, работаешь, а клавиатуры прям кастомные, которые можно настраивать, которые используют существующие в мире механические клавиатуры разные компоненты. Кайф этой клавиатуры в том, что ее можно просто подключить к компьютеру, открыть программу VIA и настроить все по поводу нее. То есть, куда вы что нажимаете, что происходит, какие там макросы, что делает крутилка, что делают отдельные клавиши. Это дико удобно. То есть, из коробки с этой клавиатурой можно делать много всего, то есть, она готова и к macOS, и к Windows, тут даже, собственно, переключатель есть подходящий, он переключает две разные раскладки. Но можно взять и просто настроить то, как вам нужно. Я поначалу поработал на дефолтном сете, потом открыл VIA и сделал то, как мне нужно, чтобы тут не было ничего лишнего, чтобы было только то, что мне нужно, чтобы все включалось и выключалось ровно по тому, как мне это удобно. Возможно, это не так важно вам, когда вы делаете какую-то клавиатуру, но когда у вас несколько клавиатур, вы хотите, чтобы они работали примерно одинаково, чтобы можно было взять, убрать одну клавиатуру, поставить другую, и все, не знаю, нажатия, яркость macOS, допустим, громкость, не знаю, home, end, page up, page down, какие-то такие вещи, переключения языка и подобные, чтобы они работали одинаково среди всех клавиатур. Поэтому для меня важно, чтобы клавиатура поддерживала VIA. Не знаю, видите ли вы по моим рукам, но мне довольно тяжело держать всю клавиатуру. Мне кажется, она весит килограмма два. Она дичайше тяжелая, что очень хорошо для клавиатуры, потому что она очень ровно стоит на столе, и на ней очень приятно печатать. Она, конечно, звучит очень хорошо. Прямо из коробки. Я с ней ничего не делал. Ну, то есть, да, буквально, я ее просто достал из коробки и пользуюсь. Хотя она кастомная, и с ней потенциально можно что-то сделать. Дальше я могу рассказать только про какие-то новые кикэпы, которые у меня появлялись. Вот, допустим, вот такие вот. Это кайджу. Кайджу в японском стиле. Здесь, кроме латиницы, есть еще японский алфавитик. Я в этом совершенно не разбираюсь, и люди могли бы начать сейчас думать, что я учу японский язык, или еще что-нибудь такое. Нет, я просто... Мне нравится, как эта клавиатура выглядит. Точнее, не клавиатура, это набор кэпов. А это моя обычная KBD-Fans клавиатура KBD67 Lite, или как она там называется, я не помню. Я просто сменил у нее кэп, и она вот так вот интересно теперь выглядит. Вот такой вот у меня набор кэпов новый. И есть еще вот такой набор кэпов. Это M3 TTY. Это такой набор кэпов, как вы видите, он очень изогнутый, интересный. У него глубина вот этих клавиш, именно вот куда палец ложится, очень интересно. Палец у нее прям проваливается, залипает. И если сравнить это с типичной клавиатурой, он, конечно, повыше, но довольно интересно. Я, собственно, с дропа заказал эти кэпы, они мне приехали, и я на существующую KB Republic клавиатуру, как она называется, что-то там 68, но я ссылки брошу в описании к видео, я на ней поставил новые кэпы, и они очень-очень даже приятные, прям могу рекомендовать хорошие. Но это никаких не грубая, я просто взял, купил готовые кэпы, готовые клавиатуры, а тот самый GMK set, который я говорил, ну, когда-нибудь он придет, я вам обязательно его покажу. Следующий вопрос от Лены Райан. Расскажи про сетап, который ты сейчас используешь, и что у тебя в роли фона. Это такая стена интересная? Ну, Лена спрашивает про то, что у меня вот сзади за спиной, это все очень довольно просто. Ну, во-первых, еще раз, фотографии всего, что здесь сейчас происходит, я кину патроном, как я ему обещал, всякие бэкстейджи со своей студией и прочее, так что, если хотите, то вы видите, становитесь патронами. Да, это понятно. Что здесь прямо сейчас происходит? Опишу. То есть, показать, наверное, будет неудобно, но нет у меня такой возможности летающей какой-нибудь камеры сделать, но я попробую объяснить. То есть, прямо сейчас я за своим рабочим столом, здесь монитор, здесь стоит ноутбук, здесь стоит одна камера, здесь стоит другая камера. Тут внизу клавиатуры, тачпады, там всякие рекордеры. Это рука, на которой микрофон держится, тут парочка источников света, и еще на полу валяется парочка светодиодных ламп, которые синим цветом светят. Сзади абсолютно белая и плоская стена, которая дает огромное количество эха. И на нее я повесил четыре панели, которые позволяют мне этот звук уменьшать. Ну, то есть, вы, наверное, можете увидеть, что они висят, немножко двигаются, и тем самым, не знаю, не прибиты к стене, они свободно висят относительно, и поглощают звук. Они примерно, ну, не знаю, 5-сантиметровой толщины, где-то полметра на два метра или на полтора метра, ну, что-то типа того. Они сделаны из чего-то вроде прессованного войлока, то есть, они мягкие, сравнительно легкие. Вот я купил, подвесил их, и теперь вот именно в этом углу студии у меня тихий, нормальный звук, и я могу здесь спокойно записывать и подкасты, и подобные видео. Стол у меня стоячий, то есть электрический, из Икеи, довольно обычный, он опускается, поднимается, подним сейчас стоит мой стул, внизу ковер, пара тумбочек, а наверху прямо на меня вот смотрит большой купол с источником света, который меня относительно плавно, ровно заливает светом. Ну, в общем, вот такой вот у меня сетап. Может быть, когда-нибудь прибудет повод, расскажу об этом подробнее, ну, наверное, может быть, на канале очумелые подкастеры, есть у меня такой, ссылку я оставлю. И следующий вопрос. Твидлер спрашивает. В последнем выпуске подкаста ты сказал, что предпочтешь таргетированную рекламу случайной. Но ведь это же нереально крипово и неприятно. Расскажи, как вообще относишься к приватности. К приватности я отношусь, как любой другой человек, с настороженностью, в смысле с интересом. Мне бы хотелось, чтобы моя жизнь оставалась приватной ровно настолько, насколько я хочу. То есть, как вы видите, я здесь подробно рассказываю, как у меня здесь стол стоит и свет светит, и где я нахожусь, и как я работаю. Это когда ваша приватность под контролем, когда вы сами делаете непосредственно усилия к тому, чтобы какие-то части раскрывать, а не кто-то приходит и ворует вашу информацию или следит за вами, или пытается составить ваш портрет, даже анонимный. То есть, у меня приватность, она чуть более открытая, чуть более простая. То есть, я не парюсь по поводу своего номера телефона, не сильно парюсь по поводу своего адреса, каких-то подробностей, контактов и так далее. Я давно в сообществе, я давно открыт к людям, к общению, и мне может написать любой желающий вопрос в том, что я не любому желающему я отвечу. Ну, примерно так. Наверное, из-за этого мне чуть проще относиться к приватности, потому что я, ну, как скажем, привык к публичности. Но, если говорить про рекламу, тут такое дело, что, если у меня нет выбора смотреть рекламу или нет, я предпочту, чтобы эта реклама была хоть как-то релевантна ко мне. Самый яркий пример, когда вы открываете YouTube под другим аккаунтом или незалогиненным. И там, если я увижу видео, которое YouTube мне рекомендует, не зная ничего про меня, мне обычно становится дико плохо. То есть, я смотрю, я не понимаю, как люди могут интересоваться чем-то подобным, кто это смотрит, почему это смотрит, как это отвратительно, плохо, ну, в общем, я, у меня глаза вытекают абсолютно. Как только я логинюсь обратно в свой аккаунт, я вижу вещи, которые мне релевантны. То есть, одно там видео на 50, какая-то ерунда, которую мне периодически пытаются просунуть YouTube. Вот что я считаю таргетированной рекламой. И если я захожу на какой-нибудь сайт, и мне начинают предлагать, не знаю, абсолютно нерелевантные мне вещи в виде рекламы, это меня тоже раздражает больше, чем если я вижу рекламу, которая хоть как-то релевантна мне. То есть, не знаю, там фронт-энд, аудиотехника, видеотехника, не знаю, какой-то софт, дизайн, какие-то курсы, еще что-то такое. Но это хоть как-то в моем мире. Когда я вижу там совершенно нерелевантные вещи, это меня выбивает, выносит из колеи чуть больше. Я понимаю, что для компаний, которые хотят показать мне рекламу релевантную, это значит, что им нужно собрать, променять какую-то информацию. И вот этот вот сбор информации, если так серьезно об этом думать, он, конечно же, вызывает некоторый дискомфорт. Кто-то про тебя что-то знает. Но, если говорить про конечный результат, я скорее, не имея возможности повлиять на эти компании, на самом деле, всерьез, то есть, я пользуюсь Firefox, у которого довольно строгие настройки приватности и все такое, но, не имея возможности повлиять на то, собирает компания мне информацию или нет, принимая саму ситуацию, я прихожу к тому, что, ну да, окей, пусть они собирают обо мне информацию, ну, как бы, это не то, чтобы моё согласие, просто я понимаю, что ситуация такова. И вот в этой ситуации, если мне, если эту информацию собирают и используют, чтобы меня меньше раздражать, я скорее соглашусь. Но вообще, у меня стоит адблокер в браузере, и рекламы я вижу очень мало и очень редко. К счастью, иначе я бы гораздо сильнее раздражался. А возможно, не знаю, может быть, я бы привык к этой рекламе, но если, когда я её вижу, опять же, рекомендации какие-то или просто случайная реклама, иногда сайты умудряются пробиться сквозь блокер, я бы хотел видеть релевантную рекламу. И приватность, она, это одна большая тема, про которую даже мы сейчас не сможем поговорить вот в этом коротком, коротком ответе на вопрос, но всё сложнее, это не зависит от нас, а то, что от нас зависит, смотреть на это, не смотреть, реагировать, закрывать, пользоваться сервисами, не пользоваться сервисами. Мне кажется, мы как-то минимально можем на это влиять, но не очень сильно, поэтому расслабьтесь и доверьтесь существующему положению вещей, вот такой вот, наверное, мой призыв. А если нет, если вы не чувствуете, что это справедливо, правильно, боритесь с этим, я думаю, какие-то инструменты, наверное, у вас есть. Следующий вопрос вызывает у меня некоторый дискомфорт, но я всё равно решил на него ответить, потому что, ну, хотел бы проверить, как это получится у меня сделать. Это не какая-то критика, наоборот, этот вопрос включает в себя огромное количество не лести, а прям похвалы и какие-то хорошие вещи, которые про меня. Мне дико дискомфортно, когда люди подобные вещи говорят про меня, но в рамках борьбы с этим дискомфортом я попытался как-то пройтись по этому вопросу, и, может быть, что-нибудь получится вам рассказать. Виктор Рыбаков спрашивает. Если посмотреть на твое активное сообщество, то можно заметить, что ты проявляешь высокую эмпатию к людям. Например, с этим связана тема доступности. Своими советами даётся возможность другим стать немножко лучше. Например, на какие-то замечания по новостям ты предлагаешь людям написать авторам, что, в свою очередь, как мне кажется, делает людей более человекоориентированными. За каждым инструментом или статьей стоит человек, и своих читателей ты призываешь таким образом помогать сообществу. Как тебе удалось развить такой уровень эмпатии к людям? У тебя есть опыт проживания в России и за рубежом. Как думаешь, чем отличаются люди здесь и там? Как бы нам сделать мир немножко лучше? Ну, то есть, вопрос, если очень коротко. Вадим, почему ты такой классный? Неловко, да? Не знаю, как вам. Есть люди, которым это абсолютно нормально. Для меня это вызывает какой-то легкий дискомфорт. Но, Виктор, спасибо за вопрос. Он позволит мне как-то немножко проработать эту травму. Не знаю. В общем, про эмпатию. Как-то так сложилось. Я специально не работал над тем, чтобы внимательно следить за тем, чтобы думать о людях, пытаться войти в их положение. Вот буквально эмпатия. Почувствовать себя на месте другого человека. И в какой-то момент это случилось. Я не думаю, что это связано с тем, что я, не знаю, пожил в Норвегии полтора года или поработал в международной компании. Возможно, эти вещи как-то на меня повлияли. И вот прямо сейчас я живу в Берлине, и не то, чтобы я стал страшно эмпатичнее снова. Мне кажется, что это скорее культура, литература, люди вокруг меня. Вот это все скорее на меня повлияло. Я, мое поколение, мое окружение каким-то образом с меня сформировало таким образом, что вот я вот такой вот гуманистично, эмпатично ориентированный. То есть, какие-то вещи я выбирал сам, какие-то вещи происходили вокруг меня и влияли на меня. Так получилось. И мне нравится, что так вышло. Мне кажется, что я, что в сообществе фронтендерском есть потребность к этому, потому что очень многие относятся к своему коду, к своей работе, как к написанию буквок, к игре с алгоритмами, игре с интерфейсами, просто потому, что интерфейс это юзер-интерфейс, это интерфейс для человека, это связь человека с каким-то продуктом, сервисом и так далее. И разрабатывая его, вы не можете просто делать код. Или, например, когда вы рассуждаете о технологиях, вы просто что-то ругаете, критикуете и не представляете себя на месте человека, который это сделал. Это тоже всегда ошибка. И даже если тут убрать в сторону гуманизм, эмпатию и так далее, вы просто не видите всей картины, вы не понимаете причинно-следственные связи. То есть, вот это вот гуманизм и эмпатия, они могут сделать так, что вы лучше поймете ситуацию, попытавшись проанализировать, почему человек это сделал, кто это сделал, в какой ситуации он находился и так далее. Более того, придете к ним, попробуйте с ним коммуницировать напрямую. Это я к тому, что я всегда предлагаю людям пойти в бактрекер к браузеру, конкретному человеку прийти и сказать, что у него в статье ошибка и так далее, и так далее. Это, во-первых, позволит лучше понять ситуацию, во-вторых, не просто что-то громко сказать в воздух и это все рассеется, как, не знаю, просто звуковая волна пройдет. Нет, это даст какой-то результат и оно приведет к хорошему, что-то наладится, что-то исправится. То есть, вы дадите этому шанс. То есть, не обязательно, но шанс появится. Ну и отдельно про доступность. Да, действительно, это, наверное, пик вот этой всей гуманистичной и эмпатичной истории, когда вы думаете не просто о людях вроде вас. Это сравнительно легко. То есть, похожего роста, возраста, культуры, не знаю, похожи на вас во многих вещах. И вы думаете, да, этот человек мой, и я ему друг, брат, сестр или кто-нибудь еще. Когда вы думаете о человеке, который не похож на вас, это следующий уровень. Из другой культуры, другого языка, другой страны, с другими ценностями или просто с другими возможностями, тут уже речь заходит про доступность. И думать о том, что вы делаете какие-то интерфейсы, например, для всех людей, которые одинаково будут поняты, востребованы и использованы всеми людьми, это какой-то следующий уровень, на который я, не знаю, лет 5-7 назад сделал экстра усилие, чтобы на него зайти. Просто из какого-то исследовательского интереса. И сейчас это занимает приличную долю моих интересов. Мне кажется, что это, ну, во-первых, созвучно моим собственным интересам и ценностям, а во-вторых, довольно свежая, новая, интересная область в технологиях. Поэтому, если вы думаете, что вы заскучали во фронтенде, написали все алгоритмы, разобрались в CSS, HTML и так далее, ну, может быть, не до конца разобрались, попробуйте копнуть в сторону доступности. Это отдельное большое интересное направление, которым можно заняться. это прям, знаете, такая скрытая полость, в которой огромное количество интересной информации, востребованной, полезной и ценной во фронтенде, в которой многие прям не всегда обращаются, но это совершенно точно всем рекомендую знать, понимать и применять в собственных интерфейсах. Это делает мир лучше. и я, видимо, не знаю, не могу по-другому, мне хочется, чтобы мир был лучше, интерфейсы были более качественные, люди понимали друг друга, общались, было меньше конфликтов и так далее. Возможно, я, не знаю, хиппи, идеалист, кто-нибудь еще, назовите меня, как хотите, но это я, и меня получается таким образом выражать себя через технологии, через вот публичную какую-то активность. очень неловко. Но, Виктор, спасибо за вопрос, вы позволили мне поразмышлять о себе немножко, это тоже ценно. Ну что, это все вопросы на сегодня, консервы удались, я сейчас все записал, сейчас коротенько помонтирую и выложу, естественно, сначала моим патронам, огромное им спасибо за это, а потом увидят это все в виде такого вот, не знаю, на часок, минут на 40 лайф получится. Это самая первая его версия, ее в таком консервном, повторюсь, виде гораздо позже публиковать, чем делать живой лайф, но когда-нибудь, я надеюсь, у меня действительно появится возможность к вам прийти в воскресенье в полдень или сколько у вас там времени обычно бывает и пообщаться с вами вживую, потому что, ну, я очень люблю своих патронов, но мне хочется, чтобы все мои зрители тоже имели возможность задать вопросы и поотвечать на это. Прямо сейчас у вас есть такая возможность, вы можете стать патронами, чтобы видеть такие видео раньше, чтобы поддерживать меня, если вам нравится, что я делаю. Очень много было горячих вопросов сегодня, поэтому давайте, как обычно, обсудим в комментариях, что вы по этому поводу думаете, если вам нравится, что я говорю, если вам не нравится, что я говорю, если вы согласны, не согласны, ну, вот это вот все. Давайте обсудим это в комментариях, будем оставаться людьми, добрыми, конструктивными, ну, вы знаете, как я люблю, а все остальные комментарии просто оставьте при себе. И если вы хотите увидеть какое-нибудь Следующее видео по фронтенду или подобный лайв Не забудьте подписаться Потому что это позволит вам узнать об этом первыми Даже не являясь патронами Потому что вам YouTube об этом Обязательно расскажет Ну, в общем, это все на сегодня Увидимся где-нибудь в следующем видео Или в следующем лайве Или, не знаю, в соцсети, подкаст Ну, я во многих местах присутствую Так что увидимся и до следующего видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok